Вот какая магия, почему на одних танцоров ты смотришь как завооруженный, а на других смотришь и думаешь, ну попадает в ритм, молодец. Приветствую тебя, на твоем экране музыкальный зануда Юра. И это шестой урок по развитию музыкальности в танцах кизомба, либо в любом другом танце, который ты танцуешь. На эти несколько минут я буду твоим преподавателем. Как тебе уже должно стало быть понятно, на этих уроках мы с тобой копаем самую суть и качаем фундаментальные навыки. К сожалению, должен сказать следующее. 98-99% всех мастер-классов, которые проходят на крупных коммерческих фестивалях, являются разводом или продажей фантиков. Да ладно! Самые смышленые и способные ребята могут вытащить оттуда какую-то информацию для себя. И у многих останутся красивые видосы с этих классов, где крутые танцоры показывают музыкальные связки. И да, эти связки можно тоже научиться танцевать музыкально, просто тупо посещая эти классы и повторяя эти связки. Но почему я называю эти классы бездарными и бесполезными? Поскольку на них человек не учится креативить, не учится создавать. Он никогда не повторит тот же самый опыт на какой-нибудь другой композиции. Ну ладно, может быть процентов 10 повторит. Но 10% это хорошо. По-моему, это крайне ничтожный, крайне мало. То есть на таких классах просто продают раскрученный фейс и его крутость. Все. Пользы там крайне мало. То есть это получается воркшоп, демонстрация навыков крутого танцора. Хочешь получить от него больше, покупай индив, либо покупай огромный-огромный курс, где он лично с тобой будет разжевывать все эти самые вещи фундаментальные. А наш с тобой практикум это прокачка в первую очередь твоей музыкально-танцевальной креативности. Ты будешь уметь создавать все это самостоятельно и будешь понимать, почему так, а не иначе. Поскольку без минимальной грамотности и накачанных ушей мы не сможем креативить, мы не сможем ничего создавать в теме музыкальности. А теперь об уроке. Сегодня поговорим о характере звуков и о композиции в целом. Как я даю характеристику композиции? Песня может быть жесткой, сухой, мутной или бархатной, колючей, матовой, мягкой, жесткой, нежной, может быть сочной. Субтитры создавал DimaTorzok такие характеристики можно давать бесконечно у тебя могут быть свои определения свои характеристики того что ты слушаешь подобную характеристику мы можем дать как песни целиком как и звуку отдельно в одной песне могут ужиться как жесткие так и мягкие звуки но сама песня целиком будет иметь какую-то свою характеристику выше перечисленные характеристики мы можем применять их движениям но потребуется следующее первое позволь себе выглядеть ужасно выглядеть смешно непонятно идиотски и это очень важный психологический момент великий философ иван дорн завещал так что позволь себе быть разным или разной пусть глупым кривым аторатным то просто позволь второе щепоточка артистизма кривляться тоже нужно умеет 3 средний или выше уровень развития своей пластики или хотя бы осознание того что движение можно сделать хотя бы двумя способами жестко или мягко плавно или с дроблением по кадрам если все это есть просто начни менять свой танец хватит стесняться делай свой танец ближе к музыке если есть затруднения и вопросы и все что я перечислил выше нужно развить то переходи к практику мы ссылка в описании выполняю упражнения и все начнет работать ну все пока пока